Всем привет! Это еще одна битва 3 на 3 в пятой цивилизации, уже полюбившаяся вам команда с Iron Butterfly и с Перином Олегом. Единственное, я попрошу прощения, потерялись первые пять ходов, потому что тут были большие проблемы начать игру, там вылетали у соперников участники, и я просто в один момент потерялся, где у меня идет запись, а где я выключена, и вот первые пять ходов пропали. Но там ничего просто интересного и не происходило, слава богу, все самое интересное вас ждет дальше. Знаете, я бы еще попробовал побыстрее поискать проплыв, и чтобы Iron своими этими сплавал, например, вот такую возможность сделать, не идти, например, в Голиасы, а пойти в Берсерков, ну это же трындец будет, если ты их не приплываешь. Они там идут по верхней ветке, у них вообще армии нету, а ты приплываешь с Берсерками. Ну это, конечно, если проплыв нормальный будет, вот это все. Блин, сижу, говорю, кнопку не нажал. Говорю, может попробовать побыстрее проверить, есть ли проплыв, и если нормальный проплыв будет, то пойти в Берсерки Айрона. И вот прикиньте, они там идут по верхней ветке в Голиас, а тут к ним Берсерки приплывают, а у них вообще армии нету. А Берсерки — это страшная сила, они, три хода у них, они не тратят ход на разграбление и так далее. Ну это опять же, только если есть проплыв между, то есть ждать до возможности плавать по океану нет смысла, если есть проплыв только вот под защитой Трирем, то есть, например, кто-то из нас, либо я, либо Олег, клепают Триремы, отбивает там народ, который проплыть пытается, а ты плывешь Берсерками. Но это опять же только в том случае, если мы заберем в библиотеку, мне так кажется. Иначе можно приплыть прямо на Голиас, Берсерками и все тогда. Олег, быстренько ходи. А, блин, мрамор не на море получается. Я думаю, можно было тут на море, типа... Да, на лесной холм, допустим, поставить. На какой лесной холм? Ну, ниже, левее мрамора. Может, просто на холм? На лесной холму слишком легко берется. Ты не поставишь просто на холм, там граница овяшки, ты не видишь? А, ты сверху говоришь? А, сверху. Я думал, ты про нижнее говоришь. Спасибо. 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 блин что-то лагает а блин тут еще сверху одна у меня гэгэшка обалдеть вот это задумка петролюб ну смотри тебе отбиваться от голиасов я вон в закутке ко мне хрен заплывешь ну вообще было конечно неплохо если бы они с моей стороны были это будет очень прикольно тогда можно хоть во что угодно играть в этот пока разовьетесь а мне тут одну клетку держать и все возьми день и возьми валя день и пробуем следующий ход купить робот подожди я думаю надо сохранить деньги на то чтобы клетки покупать рук действительно я успею город поставить а сколько денег надо до клюксу будут тянутся а что насчет того чтобы купить чудо причем тут забудь уже про зону пишем еще он к чуду не потянется вполне может ревни он на на этом стоит на она сейчас подожди по ходе лёж железо блин короче заговорил меня он стоит на море вишню одна сплошная пустыня он вполне может пойти в ту сторону захватывать клетки очень сильно то что мы потянется через море о смотрите как у меня тут будешь его рабочего да подождите сохранить и выйдет на фига мне рабочего скажите вот если бы у меня было производство офигенное сюда обработать это большую соль да это очень круто две соли для нас для всех ну давайте у меня ступят я скинул блин ну эти лаги я вот олега полтаймера прошел только смог принять предложение ну все вон малака уже забрала золото знаете что я думаю что мне надо выше ставить город смотрите сахар кони надо вот ниже банана ставить город просто просто ниже банана на одну клетку ниже банан сейчас глянем что там ну да вот на этот как его на джунгли вот эти и вот деньги сейчас будут нужны чтобы быстро выкупить тогда лошадей так давайте думать куда идем железо да мы же увидите железо потому что алон такой что захочет мне кажется библу хотя кто его знает но может захотеть а а а а а Продолжение следует... 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 вот смотри какое тут место под город то уже неплохо выглядит уже хочется город ставить я считаю что надо сейчас лёше этот амбар и сразу же бибу блин вот откуда тут взялся варвар ну и походу ниже слонов короче лагерь есть да не он пришел он видимо с того лагеря который ниже твоего и твоей столицы это хрень сейчас мне тут все соли нафиг раз фигачит главное и скаутом никак помочь нему сайт я надеюсь что они сейчас будут скаута мочить скорее всего оба хочется верить шон раненые они обычно подки раненых юнитов как раз вылечиться тогда а нет пошел я не согласен в луке выходить мне кажется важнее сейчас библиотеку ну блин слушай олег ты видишь у меня сейчас варвары грабят все вот каким образом мне сейчас строить библиотеку у тебя будет сейчас нам сначала от варвара нужно отбиться а купить нельзя ничего хотя бы тебе слушайте но оставьте вы деньги надо мне он надо будет клетки покупать около панамы да он сейчас разграбит еще одну клетку тварь варварская ненавижу таких варваров честно мудила мудила варварская пошел грабанул вообще все уметь кому-то отдать ну мне пока не надо копейщики еще были смотри ну отлично ты мне скаута вроде хотел дарить или это так очередной обман да кто говорил что с джейк гальтом у тебя пинг прыгает но он же сказал что не прыгает да не не может быть блин так и знал что не надо убирать оттуда ну блин вот ну какого хрена ну как мне город текст а чё ты убрал потому что мне пришлось защищать посел иначе этот бы копейщик который родился вот сейчас родился он бы не на соль встал а убил бы моего посела полное говно какое-то хорошо хоть они каждый ход ходят вон свалил он с этой клетки причем тут сосредоточенность как сосредоточенность помогла бы мне чтоб там скаут не появился ой то есть юнит не появился вражеский ну что я первый по армии но пока не могу подвести армию чтобы брать дань блин минус 10 умалаки что тут у меня копейщики ходят ну смотри какая у малаки местность ты думаешь он не будет стремиться к захвату а блин то вообще у него клеток не туда о чем и речь о чем и речь а мне надо купить и этот и служаку купить и коней купить все это третий радиус и сейчас будешь ставить следующим ходом ну на этом месте где сейчас стою буду ставить до вообще к нам бы кстати не помешал пантеон на медь соль и железо и и и и и и и так ну клетка с варварским лагерем 60 золота стоит сколько у вас вообще есть 39 и 21 на я думаю что на служаку мы накопим блин ты просто не спеши клетку покупать пускай 1 присоединиться и потом да но он хочет следующим оленя присоединять а не варварский лагерь ну строй ну блин ну ну я не успел блин ну это какая-то хрень не успеваешь не просто не выбирается строительство в начале хода побыстрее не все это кликать библиотеку строить чё ты прикопался к этой библиотеке о килиманджаро не очень удобно стоит конья постараюсь давайте в оптику я постараюсь хотя бы это но они тоже в библиотеке я не вижу тут возможности нам ее построить честно говоря ну мне во всяком случае а в оптику ты хочешь типа за маяком конечно взял дань смолаки так ничего может купить клетки тогда какая когда присоединится клетка с лагерем айрон ну серьезно тут олени потом рыбы сколько мне ждать сколько три хода еще было да не знаю я купил клетки эти могу сказать до 3 хода было до оленей это счастье это быстрее золотой век будет понимаешь нет вопросов нет по служаке по служаке нет вопросов да ой панама тоже дала так покупали давай я хочу еще что то есть два лошадей чтобы не накопить не хотя вот на лошадей как раз можно я вот купил джунгли и можно лошадей наверно тогда пока не покупать или как не нет надо купить Там, я срю, уже в соседней клетке Панама Сейчас тебе рабочие надо Так, ну я тогда пошел юнитами к богате О, рабочие, круто Ну что, рабочих себе оставить или Панаме вернуть, как думаете? Я тоже думаю, что себе Тем более в этом городе как раз отлично Это видео подготовлено при поддержке справочника и карты 2GIS Кстати, если вы знаете более оптимальный маршрут, нежели предлагает 2GIS То специально для вас в приложении есть кнопка «Знаю маршрут лучше» Рассказывайте, и разработчики все проверят А если вы еще не пользуетесь этим приложением То заходите на 2GIS.ru И скачивайте совершенно бесплатно Под вашу платформу Ну или пользуйтесь онлайн 2GIS, если быть точным Это мы тут удачно, конечно, все захватили Субтитры сделал DimaTorzok Так, гоптику Грэн заберешь? Да Слушай, смотри, вот тут справа от Улунди тоже неплохой город Тут у тебя будет и жемчужина, рыбы Да Вот ниже лагеря Я туда веду На луга, как ты думаешь? На лесной холме Да, я бы тоже Хотя нет, а почему? Почему на лесной холм? На холм сразу А что ему долго оставить? Там все в холмах Ну, в принципе, да Ну, надо вообще глянуть, что там еще правее Может, какие-нибудь ресурсы Я сейчас иду туда скаутом Там можно четвертый город Не нужно тебе четыре города Но в будущем, пока не нужно В каком будущем? Там, где мы уже выиграли, да? Тебе нет, я лучше сюда пойду дальше Я, короче, пантеон на пустыню возьму А может, на медь и соль? В принципе, да Тогда он и на нас будет работать У меня нет меди, соли А у тебя есть три соли, да? Да Там, блин, как ты ищешь вырез Да трындец Да, колупай этот лагерь Он будет на моего скаута Он его как раз и атакует Блин, Олег Ты вообще даже поставил не там, где Я хочу плотно поставить Четвертый город у меня будет возле шелка Раз, два, три, четыре А ты что, через волю играешь или что? Я не пойму В волю Ой, в этот, подожди, какую волю? Зачем тебе в традицию плотные города? Потому что я караваны буду пускать, чтобы их не грабили Одна клетка решит Ну пока три города будет, все Да, кстати, Айрон, а что ты думаешь по моему третьему городу, где ставить? На овец? Да, наверное Ну это когда до соли не дотянусь или пофиг с ней? Да и черт с ней Я, в принципе, потом еще могу выше поставить Ну вряд ли я по счастью потяну Подожди, а зачем тебе третий город? Пока не надо, я считаю Наоборот, тут Айрон пусть все занимает пространство Так это не его сторона Нафига ему в эту сторону ставить город? Ну большая разница Во-первых, у него куча места и так есть, куда ставить Во-вторых Леша, ну не прав ты, я считаю Почему? Ты сейчас быстро разобьешь тут своих два города караванами У тебя они попрутят Ты видишь, что в этих городах нету производства вообще? Посмотри, сколько у меня холмов Раз, два, три Ну дай бог четыре в столице Во втором городе три Это где? Это нормальные города для чего? Чтобы строить фрегаты? Айрон, ты сколько собираешься городов строить? Ну сейчас я поставлю У меня будет четыре города После нацика еще, наверное, поставлю Понимаешь, у меня будут большие города с большим количеством жителей, если чисто эти два развивать Но они что? Они ничего не будут давать Они только будут давать науку, считай У них не будет производства То есть я вам никак не помогу в войне тогда Ну мне кажется Можно тебе строить город, но позже Ну тут я, может быть, соглашусь, если бы мы еще в нацколледж побыстрее вышли А надо выходить сейчас Кстати, а библиотеку-то кто-нибудь строит, нет? Может мне попробовать? Ну я хочу сначала караваны запустить, да Запустить караваны, и тогда можно библиотеку, в принципе Блин, два раза здесь прокачкает Кримаджан А вы не видели, они в классическую эру выходили? Никто не смотрел Не выходили Охота Давайте Туда Добивай там лагерь, попробуй Разведу Потом каменная кладка, еще и пирамиды бог Так может лучше сначала каменную кладку? Давай каменную кладку Переключитесь на камень Да мы переключаемся, ты ж видишь Кладку Лагер Получётся Извeleri Если вам интересно Да И лагерь Как думаете, мне сюда вниз там левее оркуса Возле шрока ставили хорон Или вести все-таки наверх сначала под Килиманджаро И там под левее Потом под медь поставили Ну, под Килиманджаро Поприкольнее выглядит Да, то есть получше место Тоже хорошо, нормально Мне идти скаутом вниз к лагерю, да? Олег Ты там про лагерь сказал Да И надо зачистить возле Боготы лагерь А где он? А, вижу, понял О, Панама хочет этот лагерь Это очень хорошо Хорошо Все, после кладки сразу идем тогда в охоту, да? Ну, у меня поставлены шифтом на охоту Слонов у нас два В смысле два? У нас три слона берут У тебя Ты через гору слоны третьим радиусом заходишь Леша Ну, ходи Ну, блин Ну, задолбало Ну Какой-нибудь ходят вообще юниты? Только заходил сейчас Ходят Блин, что-то А сколько клеток должно быть юниты, чтобы дало дань? Пять Ну, что-то не дает Я уже вплотную подошел Олег, где я не даю? Леша, поближе разведа, подведи, пожалуйста Сейчас будем зажимать Он у меня лечится Возле... Зачем мне его ближе? Если хочешь, я могу проатаковать Но просто подводить ближе я не буду Потому что он у меня лечится стоит Ну, хорошо Следующий Так, хорошо что, пускай лечится или проатаковать? Да пускай лечится пока Блин, минус 10 Не хочет дать дань Выпрыгнул этот теперь Ну не знаю, я третий по производству На три молотка отстаю То есть я могу вот сейчас через два хода начать строить библу в принципе Я тоже третий по чему-то Леша, ты караваны уже запустил, нет? Да Показывает, как вроде не запущена Смотри, в демографии я первый, по идее И то я один только запустил Еще один на подходе Ну, они тоже в классическую эру вышли Интересно, что они открыли Вообще, нам бы, конечно, уже пора построить Философию Что философию? Хочешь идти в философию, а с библиотеки взять колосс? Драму 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 взять с библиотеки? Ну да Нам понадобится парфенон обязательно Нам надо открывать же Ну и просто не факт, что библиотеку еще построили Или там за библиотеки, допустим, колосс можно взять Колосс хороший, конечно, но Парфенон нам поважнее может оказаться Слушай, Олег, может мне тебе эти юниты около богаты подарить? У тебя, во-первых, содержание меньше будет Давай-давай, классно Ну я... А гляньте, в богату есть кто-то с вас лидер? Нет, я... Что? Ну квест на культуру там, гляньте У меня есть Кто-то есть, наверное? Ты, наверное? Нет, у меня 40, а у лидера 65 Я лидирую 65, я знаю Откуда у тебя столько культуры? Я просто очень культурный Ну, я начал в Стокгольме Строить библ Пока 10 ходов ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну что, там нет пока проплыва, не нашел, да, Айрон? Еще какой-то полуостров около богаты Зашибись тут Леша, ударишь, да? Так, уже 7 ходов библа Слушай, ну зачем, убери какой-нибудь юнит тогда, раз ты поставил рабочего, чтобы я дуболомы смог И не забудь с богаты еще дань взять Обязательно Теперь Теперь Ты у нас будешь, наверное, первый по армии Так, давай доколупаем этот Лагерь около набамбы Видишь, там копейщик свалил куда-то Вот ты встань возле лагеря У нас же удар будет сильнее Да, Олег, сюда Потому что я встану в другое место Но у меня будет с двух сторон удар У меня копейщик будет меня атаковать У меня, кстати, благотачуя другом стало Я таки не понял, что я выкунул Блин, как я забыл в Стокгольм отправить Мавзолей Я за пантеоны У них там А, ну они же правильно Они брали пантеон на камне На Кромлихе Сейчас еще мавзолей У них там, видимо, с камнями все очень гуд А гляньте, куда на четвертый город ставить Как думаете? Может, вот на реке Рядом с пшеницей Да, я тоже думаю Промки там, правда, нет Ну, тут Ну, хорошо тогда Да, если слева от Каупанга Слышишь? А слева от Каупанга На холме Да, там хорошая общинность Смотри, тут и медь, и мрамор И коровки Единственное Железо в четвертом радиусе Ну, хотя у тебя тут будет железо в третьем Не, ну вон то дальнее я имел в виду Хотелось бы... В смысле, я над медью поставлю На холме Я ж оба железа захвачу третьим А, точно Айран Ты, главное, сосредотачивайся побольше городов Твоя задача промка Лидерство в промке А мы уже науку тут сами постараемся Леша, дари мне юнита Так, пять ходов Все равно пять ходов Эх, зря брал Слушай, я тебе и скаута тогда этого подарю Попробуй его спасти как-нибудь Леша, я тебе, короче, лучника приведу в Стокгольм Просто у меня вон золото Да, да, да Правильно Не просто я его посажу Я еще пойду вон лагерь зачищать около Малаки Которые просит Панама Да, я думаю, Малака скоро попросит Что там, Олег? С богаты дань Попробуй взять, пожалуйста Да, пока еще Хотя он у нас первый датчанин по армии Почему-то Олег, а что ты Ой, Айрон, а что ты обратно поплыл Триремой? Плыви дальше там, смотри Я, у меня сейчас караван будет плыть И там Трирема появится И заплывет, мне пограбит Я не хочу пускать Олег, тогда ты Трирему построй какую-нибудь Сейчас, после этого Ну, тут был, поперся ко мне Нормальный, блин, варвар Так, а вот приплыл Да, да Значит, есть проплыв Надо куда лучника поставить Слушайте, я бы купил холм с молотками А то у меня сейчас житель вырастет Блин, а у нас денег нету Вообще, я смотрю Бери, бери Олег, я тебе кинул предложение Да Блин, Олег, ты если с богаты не можешь взять Ты не стой, копейщиками Веди и тащи с молотки И с панамы дай Это было скаутом Что раз не так ходить Два хода библиотека Какой ты в лобби вообще? А? Какой в лобби? Без понятия Ты не заходил Ну, я думаю, либо второй, либо третий Олег, наверное, третий Помнишь, он перепрыгивал? Я, по-моему, третий или нет? Ну что, давайте в драму идем тогда, да? А кто будет колосс строить? Не, ну смотрите, нам надо просто уже идти В это В голиасы и все Просто напрямую Тогда драму берем библой А сейчас открываем, допустим, колесо для дорог Да давай лучше колосс возьмем библой Окей Фу, вот так лагает, это жесть просто Да А нафига нам колесо? Нам колесо не надо Блин, долбанный варвар встал на холм с производством Ну это говно какое-то Меня задолбало вот это Мне не хватает Знаешь, что мне не хватает? Молотка Да, он уйдет и должно хватить Так он в начале следующего хода уйдет А, ну да Больше молоток взять неоткуда На ровном месте просрана библиотека Чего? Почему? А если купить еще один холм? Мне 70 надо Ну, в смысле, 63 Нет, ты че, с деньгами очень тугу У меня минус идет У меня 54 Дай монет быстрее, Олег Олег Я дам Слушай, все равно построилось Странно Ну, беру обработку железа И начинаю строить нацколледж Да Так, а я буду строить Оракул тогда, да? Или сначала... Не, Оракул, наверное, Айрону надо, нет? В принципе, ты Оракул можешь построить, а я Парфеном заберу А зачем мне Оракул? Я просто чуть позже Мне кажется, лучше колосс построить Хотя, с другой стороны, ну да А колосс-то они не могут построить Они его не взяли А Оракул в Оракул они вполне могли выйти Ну, у меня правда Ну, кто будет строить? За сколько лет? Зулуль, тебе счастье Я поставил... Оракул? Надскорить 6 ходов Оракул 14 ходов Оракул тебе не нужен Зулуль, счастье дай Леша Хорошо, строй Оракул, блин Тебе он не нужен вообще Зулуль, счастье дай Я, конечно, согласен с тем, что он мне не нужен Дари лучника Может, не Стоунхэм забрать? Да, тоже интересная мысль Во втором вроде поставлен Так, ну они все по традиции, я смотрю, да? О, там варвары Трирему Рима Мочат Около Набамбы Иди теперь армии в сторону Малаки Во-первых, дань брать А во-вторых, вот этот лагерь расфигачить Потому что просит Панама Около Малаки Около Малаки Около Малаки Около Малаки Около Копенгагена Айрон У тебя стоит дуболом Поставь его выше Вот В тех местах, где я хочу город ставить Чтоб там ничего не появилось Через два хода Данки берешь и медь еще Круто Ну что-то все через два года развиваются Ну вот тактика Как можно быстрее типа выйти По науке Они пошли по науке Обогнали нас Что-то там в Риме все грустно Но они обогнали Потому что они открыли колесо и математику Начнем с этого У них две лишних техи Как бы так А драму и поэзию они еще не открыли То есть на самом деле в Голиасы мы выйдем раньше Мне так кажется Леш, я тебе, короче, работу приведу Приводи Если думаешь, я буду возмущаться этому, то нет Ну я Я второй по производству Отстаю от Айрона на 13 молотков Я третий А, вон где проплыв, да? Плывите там гадьте им Плыть и гадить Вот девиз нашей команды Кстати, у нас только одно чудо, да? Почему два? У меня же служака Служака и еще что-нибудь Ну ты даешь Айрон А, блин, кременжа Самое незаметное чудо в этой игре О, Олег, богата у меня хочет хлопок Уэст Леша, у тебя же был, да? Да Хлопок уметь, давай Ну, слушай Понимаешь, у меня тогда только одно счастье будет Ну возьми у меня хлопок У меня сейчас вообще, ну, у тебя есть еще Окей Просто, ну, у меня города тут растут, видишь, через один ход Дай мне просто медь Олег, забирай Так, опять юниты еле ходят Олег, а у тебя Панама просит, чтобы ты этот лагерь расфигачил около Малаки или не просит? Просто надо понять, кто его забирать будет Просит, просит Ну, тут какой-то долговатый проплыв к ним, конечно Да, тут очень удобно Не хватает, так это работает О, Иерусалим Вот откуда они пантеоны все взяли Так, они же сразу уже на втором ходу Где-то, значит, рядом должны быть Ну, видимо, вот Вот тот город, с которого они взяли Ну, я думаю, что не стоило это делать Что ты взял? Дань Почему не стоило? Дружбу потерял С Малакой? А что она у тебя просит? Ну, сейчас вот лагеря немножко поподчищаю Вот этого лучника хочет, чтобы я убил Ну, то есть мне его не убивать, что ли? Да, пока, наверное, не убивай Вообще нам надо просто всю наземную армию, кстати, сливать Олегу Да Потому что у него содержания меньше И мне как раз не хватает Совершенно чуть-чуть не хватает Ну, мне тебе нечего дать Я тебе могу только лучника этого своего дать И то мне его вести до тебя Так, ну, больше нечего смотреть Поплыву в эту сторону Ммм, у России культура с выгонов А что ты мне там обрабатываешь, Айрон? Просто луга делаю Так сделай мне это на пшеницу А, блин, они не обработаны, окей Так, через три хода Еще дольше я за Союзу квест И по-моему, это будет все язык В общем, мне Парфенон не особо-то и нужен Я и так мультуару не возьму Ну, отлично Может мне тогда его построить? Устроить-то и да Хотя с другой стороны Ну, вообще, да, почему? Чтобы они не построили Хотя бы Олег, следующим ходом Надеюсь, ты убьешь Лучника Да Надеюсь, он никуда не пойдет сейчас Убивай Я свои города пока не буду Дорогами соединить Они все голду услышат у меня Как хочешь Слушай, Олег, может тебе тоже три ремы построить И поплыть туда, к Иерусалиму? А я построил, я ее лечу Ну, я вижу, что лечишь Еще одну может Или ты сейчас поплывешь, Айрон этот Захватишь Лагерь и поплывешь Да, я уберу лагерь и поплыву А лучника там на острове оставлю На полуострове, наверное, это Ну, в смысле, на этой фигне Где у тебя лагерь Да, да, да Короче, я не знаю Но тут Голиасами я сомневаюсь, что продавим Там очень легко дать Вот смотри, все поплывут там Одна клетка, клетка Ну Не, ну, смотри Пока проплыв какой-то есть Я не... Ну, вообще, да Тут реально просто долго плыть Голиасами, если уж так откровенно говорить Но... Ему просто очень удобно тут депать Он Львея Иерусалима тут выстраивает Голиас, и все Я ничего не могу сделать О, Иерусалим еще и стал их союзником Чтобы взять дань не хватает 10 буквально Слушай, давай я этот лагерь следующим ходом Да Захвачу, потому что... Убери, пожалуйста, дуболома вниз Подожди, подожди А что ж... Тебе надо захватывать Потому что у меня Панама просит, чтобы я захватил этот лагерь И просит караван Я сейчас караван туда отправлю И сразу лагерь Опусти дуболома вниз на корову И следующим ходом надо будет действия наши координировать Крю Вниз на корову Ну ладно А зачем? Мне надо вверх идти, я дань буду брать Ну окей, да Вот смотри, а следующим ходом тебе надо каким-то одним юнитом так, чтобы не убить дуболома этого варварского Потом я постреляю лучником и захвачу лагерь скаутом Хорошо Так, с этой стороны проплыва нет, я смотрю, только стой Да Ну и я так понял, что в ту сторону русский и... Чуть не убил... Ну тебя сейчас Иерусалим убьет А, блин, да Еще и Белград, война У них, в общем, Иерусалим и Белград Ну, у нас, кстати, лучшие города-государства Культурные тут вот это вот все Это... В эту сторону, я так понял, русский и... Рим смотрят А кто второй по промке? Я первый А, то есть мы у нас с отчаянием одинаково Одинаково Мне мои города вообще не нравятся Так далеко друг от друга Ну, как ты тебя заставлял так ставить? Так, может, поставь еще на шелк? В принципе, да В принципе, да Необязательно Не, ну, Олег, понятно, что не обязательно Зачем они нам сейчас вот прямо? Сейчас они нам не нужны, действительно Я бы вообще-то в гражданскую службу, чтобы не дать персу построить чеченицу А, да, кстати И вообще, давайте через Петру, чтобы кое-кто не будем показывать пальцем, но это Айрон построил Петру Ты же хотел Поэтому давайте Петра Потом шифтом гражданская служба А там посмотрим Слушайте, вы что, без Голиасов хотите? Блин, Олег, нафига нам сейчас Голиасы? Расскажи, вот прямо сейчас Мы не будем ими атаковать Там надо поставить этого Саглядата Нам до Голиасов пять ходов Надо поставить какого-то скаута Который бы свалял около Иерусалима Если у них будут Голиасы Ну, значит, мы выйдем в Голиасы Ну, знаю, риск Мы почти открыли Нам Петра нужно, я уже Инжам взял А потом забыл, что я еще Петру не открыл Нам надо сыграть надежно Без всяких этих рисков Ну, а какой сейчас риск не открывать Голиасы? Я не пойму Открытие Голиасов пять ходов Они за пять ходов даже не успеют приплыть просто Вот если их контролировать вот на этом перешейке Надо убить этого варвара Плыви туда, Олег, тоже своей триремой Все, я Дань снял вторую, Дань Давай там деньги датчанину тогда Потому что у меня пока все есть Ну, Леша, ты куда? На овец будешь, Хоро, ставить? Ну, я хотел с тобой посоветоваться вообще-то Вообще жалко на овец Вот я думаю, ну А вот смысл ставить на овец На овец это типа от обороны, да? Типа, чтобы его не захватили Ну, да Но я думаю, что Блин, если тут приплывут его захватывать Значит, мы уже что-то не то сделали Тем более, что как минимум русский и римлянин В другую сторону смотрят То есть, если только перс Неужели я персу проиграю тут В этом? Овец просто жалко терять Ну, можешь под мрамор поставить Или на мрамор А я тогда выше еще поставлю город Не, я думал, наоборот, выше овец Типа, чтобы все тут Ты можешь вон на тот остров поставить Смотри, видишь, там дальше остров Ставьте поплотнее Нам промка нужна Спасибо Я, правда, тоже раба веду Не везти, думаешь, да? Буду тогда джунгли вырубать Около Стокгольма Что-то я первый по идее, по производству Хотя у меня тут вроде не фонтан места Ну, во времена иначе вообще там туго все идет А я второй, по идее, по производству А мы, кстати, города что-то не ставят Не кажется, что все-таки тебе надо было в традицию играть? Нет, тебе такой мысль А мы же такой территории Не-не-не, все правильно мы сделали Все правильно Еще пару городов Себе в традицию играл Я бы тогда так далеко Города не пришел Старый, там прям русский Манджараш Я бы представлял, там Они или без еды были, или без промки Так, я закрыл традицию А я сначала этот В мореходство Ну правильно, у тебя аж Ты ж можешь взять инфраструктуру эту быстро Ты ведь оракул построил, да? Да Да, он Ну ты пора, спрошу Саша Ты можешь подвести лучника Ко мне Пить по Лагерю Что тут? Олег, где не знает? Около Стокгольма Прыгни через речку Вырубать джунгли Рабочим Айрон Давай подумаем Может как-то забьем Сейчас одну трирему, а? У меня очков сейчас не хватает Я там ходом уже не сделаю Мы там не забьем ее Как мы ее там забьем У меня с прокачкой Ну следующим ходом давай посмотрим Барвара атакует, попробуем Интересно, нафига они в математику так рано выходи Неужели хотят Или они тоже в Петру идут? А, у них Петра открыта, кстати Слышишь? Ну что, будем бить ее Погоди, постой Может раненая подплывет поближе? А, блин, вообще забланичиваем Так, готов поделиться слонами У меня плюс семь Ну, правда, я сейчас город поставлю Так, а что у меня города хотят? Трифеля и драгоценности Я уже с саннами так обменялся Стопы Ну, мы с тобой первые по производству Первые по идее Так вот тебя там воля закрывает Ты, Айрон, слышал, что они Петру уже открыли? Еще они вполне могли идти в Петру Специально О, решили меня тут немножко зажать Смотри-ка Да, вот ходи просто Ну, или стой, пускай проатакуют Да, пускай атакуют А это ты проатаковал, Олег? Да Так, пророк, я, наверное, беру на 100 голды в ход Разве можно? А, блин, нельзя Значит, это 2 голды в ход Че, они взяли вообще? 2 промоку за специалисты Ну, я беру промоку процентную, да? Или погодри Промоку процентную Так, куда мы идем? В госслужбу, да? Слушай, Олег, ты меня позвал скаутом Лагерь тут обстреливать А у тебя тут юнитов нету У меня разведчик подвечет Блин, я про Петру забыл Давай-давай Успел Блин, эти лаги, конечно Еее Ну вот, это приятно, что мы у них Петру отобрали Потому что они явно в нее шли У меня больше нету объяснений, зачем на морской карте идти в деньги Так быстро Сейчас бы еще чеченицу у Перса Кстати, они не выходили или выходили? А почему этиологию? А, мы шли в Голиасы, ясно Так, ну они, по-моему, в Средневековье вообще еще не вышли Нет, вышли А что они открыли, не пойму Голиасы, я думаю А, богословия Богословия открыли Ну, то есть они идут в Голиасы Ну, окей Конечно А кто будет рисковать Чтоб мы сейчас приплыли? Да они не приплывут сейчас Слушай, нету, во-первых Какие-то проблемы у Рима, которые в эту сторону, да С производством Во-вторых, даже если они приплывут Вот они убьют тут ваши три Рима Им плыть Голиасами Вот с этого вот клочка еще ходов пять У меня рабочих не хватает вообще А мы настроим Они же могут Какие-нибудь хитростями там, знаешь На данный момент Единственная тут хитрость Это лаги Вот с помощью лагов Игра выигрывается только в путь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то я решил покупать Русские деньги Аэрон Что? Куда ты решил 100 рублей потратить? Никуда, он не вынес Ааа Такой Олег Барыга Не дает еще деньги Я сейчас спрашиваю А куда ты их потратишь? На джинсы? Не, на джинсы нельзя Давай ты на учебники их потратишь Блин, там у русского Так же самое грустное Как и у этого Время и Наспромпы Да Время и Третьего То есть у них Чистолон стянет Пока, да? Кстати, а вы следите Слушайте, 502 Это открытые Голиасы Или нет? По-моему, они открыли Голиасы Конечно, открыли Сейчас Проверим Так у них Одинаковое количество Техи с нами Одинаковое Нам надо открывать Голиасы, ребята Подожди, Олег Ты Если одинаковые То, по идее, не открыли Открыли Просто у нас Обработка железа А они Не выходили В пользу А, да, да Значит, открыли Голиасы Ну что, и пошли Голиасы Или два хода Подождем еще Все-таки Чеченицы Я бы пока дождал Они пока тут Приплывут Они никак ничего Не сделают Если мы продуем Вот это будет Позорняк Вообще Я только что Караван на ровном месте Слил Караван слил На ровном месте Да, запустил А, короче Появился лагерь И забрал меня Я не знаю Зачем нам Госслужба, блин Если Голиасов Не будет Давайте Компаса Потом Слушай, Олег Ну два хода Два хода Построй казармы За это время Ну я и так Строю В одном городе Позорняк Ну у тебя же еще Даже насык не построил Почему у тебя Так поздно насык Потому что он Очень быстро Три города Ставил Я два чуда Построил Важно Поставьте Шифтом сразу Голиасы По идее Они на вас Откроются Хода за три 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 Нужно поставить В проплыв В одну клетку Четыре Убрал Олег Поставь В проплыв Сейчас проплывет И выдвинь лучника Чтоб ударить Если Как я его ударю Ну Бить В случае чего Сейчас я подведу Три ремки Нормальные Но они же в дырку Там проплывут Сейчас Тебя это не волнует Да Продолжение следует Один ход Нормально В Стокгольме Вырубай Слева От своего рабочего Джунгля на реке Который Типа не на моей территории Так Ну что Леш Обстреливай Компас Два хода Олег Вот что ты Психовал Лагерь Лагерь Обстреляй Обстрелял Забирай Сколько у кого Железа сейчас У меня Четыре И то Два моих А два Дает Панама В Малаке Есть Два Железа Надо Малаку Союзить О Напротив Чтобы я ей Пообещал Защиту Я обещаю Защиту Малаке Так Айрон У тебя Есть У Рибы Еще Шесть Железа Я вижу Малаке Айрон, давай лучше у Хельсинки мрамор обработай Окей Так, я уже на третьем месте по производству Надеюсь, Олег на втором? Да Отлично О, я первый по населению Ну, явно науки у нас больше, чем у них После компаса универы На мастерские они будут заглядывать Ну, ты хочешь, чтобы они нас по науке опередили? Они же явно в универы пойдут Пошка, а что они без промки сделают? Ну ладно, давай Заглянем в мастерские А после мастерских с шифтом Универы Астрономия И можно Оксфордам навигацию Они вообще могут Типа открыть универы, а потом двумя Оксфордами Астрономию и навигацию взять Там же Голиас плывет Олег, слушай, все хана нам Там Голиас плывет Олег, сделай что-нибудь Мы тебе говорили, Олег, пошли в Голиасы А ты что говорил? Вот, пожалуйста, наслаждайся Леша Олег Мне так нравится Каждую игру М-м-м айрон около стокгольма прекращай вырубать обработай мне home пожалуйста просто блин там в персо бубло ну все-таки они во фрегаты идут сейчас настроят голиасов апнуться во фрегат и го вот я тоже думаю что надо в универы я вижу так они просто строят ну универы и оксфордом берут либо навигацию либо сразу с ну наверное астрономия она должна открыться так то есть нету смысла оксфордом брать астрономия их переключить образование ну сразу астрономию даже поставь просто новгород основали ну это мне кажется странно хотя с другой стороны сюда придут голиас и тут и хапнут сразу во фрегаты ну да но с другой стороны русских же оксфорд не построен я думаю перс будет строить ему нужен один оксфорд давайте сейчас этот город возьмем айрон новгород как мы его возьмем причем по стреляют по тебе нам там достаточно 3 4 колясы и все они стежки проходят давай новгород возьмем я три голиаса пригоню и ты строй голиаса можно я щас буду просто караваны в города государства пускать я думаю что у нас тоже бабло будет у меня уже плюс 37 а как ты удержишь они скоро приплылу что удержу так это таравану держу откуда я знаю как я вы удержу какая разница никак не удержу и что нам поэтому деньги не нужны или что они просто разграбят и им подаришь по 200 рублей а почему вы думаешь что они раньше приплывут ко мне чем я к ним что-то олег у нас вообще не верит по моему написано главное на сахаре написано что надо еще плантацию построить хотя тут плантация есть уже иди нам религию разноси столько этим ходом появишь ты давай кого-то присылай флот уже нечем тут не нам там нужно три голиаса чтобы держать этот проход все ну четыре сейчас они три строишь я один строю все они сейчас три рема забирают это вот мою ничего не сделает отойди только три рема и чуть дальше это у них просто типа сдерживающая армия они даже без прокачек без казарма тут еще знаешь не факт может они наоборот боятся что это мы еще с голиасами пойдем поэтому и поставили там город фиг знает казарм отстроил в одном городе отстроил там где сейчас по одному ходу прекращая построить казармам потом ясно думаю Продолжение следует... 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 Потому что, я смотрю, Меш еще надо в кровь лапнуть, это минус сто десять. Давай пошнем. А для чего тебе гавани, с кем они хороши? Мне торговые пути нужны, у меня дорога больше денег сожрет. Ну гавань между городами создает торговый путь, понимаешь? Я понимаю. Блин, у меня универ в Хельсинки, десять ходов строится. Боюсь мы без Оксфорда. Надо своими силами будет открывать навигацию. Так, у Олонца уже восемь металла, железо. У Айрона два, это десять. Десять железа. Так, с моими силами это будет тридцать два хода. Не, ну он уж тебе не пишет. Сколько? У меня, например, восемнадцать написано, но это ж потому, что мы по отдельности. Давай, может быть, все-таки Оксфордом. Ну как, каким Оксфордом? Через десять лет. То есть я и могу тебе дать Хельсинки, чтоб ты его сжег по правилам турнира и построить Оксфорд в Стокгольме. Там ему ты, блядь. Блин, откуда тут конь взялся? Ну тебе подставы? Рабочего, да и все. Стреляй. Ага, стрелять нечего. Сколько счастья? У меня одиннадцать. Айрон, чего ты не строишь Голиаса? Вот сейчас уже начнут врать. Они следующим ходом вполне могут выйти во фрегаты. Ну, надо армию строить. Зачем эти универы? Ну, чтобы быстрее выйти во фрегаты нам. Ну, в столице построить и все. Не, ну Орхус тоже большой город. А ты построил в столице? Олег. Устроите? Нет, Олег. Я Олега спрошу. И смотри, где ты может сходить в фрегаты. Спасибо за субтитры. Ну, если вы хотите. Поехали. Олег. Угу. 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 блин вот они и вышли в ренессанс ну навигацию пока не взяли так каравелла кстати у меня появился великий торговец сейчас отведу в город государство у нас денег будет на об прилично так что стройте голиасы я строю меня уже то есть у нас своим ходом а 7 ходов стало что они взяли то или не взяли кто-то включился в навигацию они не взяли еще они еще не взяли навигацию отлично ну 7 ходов можно продержаться если вы сейчас настроить и голиасов и мы их апнем а деньги у нас будут главное гляз и не терять iron iron ты какой парни 4 тут морские юниты просто немного немного дают страна почему не получается да нельзя 15 всего я отправил в белград шпиона я в болоту посажу я внезапно могу пантеон принять без понятия честно говоря может какую-нибудь культуру от джунглей но я только в сектуне и в хельсинге я так понимаю заработает ли вообще не заработает нигде последователи там вроде будет работать все кто не точно будет работать в хельсинге не знаю так давайте наверно об но может караван какой разрабин 30 рублей не деньги блин я вообще забыл что мне надо апнуть каравеллу лет прими сроченько слушай олег чуть этом стоит эти копей приведи хотя бы ко мне к стокгольму видишь в этом конь бегает все грабит те вообще на меня насрать я смотрю я уйду от тебя этом конь понимаешь нагибает вы стокгольм ну все еще навигации у них не открыто так что у нас уже четыре хода если они сейчас откроют навигацию то три хода у нас останется так что либо они просто подводят меня опять отрисовывает хода да но они знают что еще мечу кажется они просто подводят глясы по максимуму к новгороду и как только все подведут откроют и апнут вот уже и это есть каравелла огурца а вон персидский скаут сверху плывет почему-то слушать есть какие-нибудь юниты айрон вот навстречу скауту поплыть не я просто не хочу каравелла им заниматься я хочу ну получим приду о начале что-то стрельбу по мне подводи этого лучника своего а 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 и а а а а а а а ну что эти сейчас караваны будут грабить что ли пока не будем давать слушай олег так ты может уже отводи свои гляса обратно на свою территорию потому что три хода и мы будем об этих всех у меня 10 я очень счастливый смысле какой богатую не знаю за счет чего ты голиаса не перекинь мне левее моего лучника что-то даже не хочешь войска держать ну в общем у меня 837 ну к тому моменту как матку 900 у меня будет 900 это сколько 7 штук 7 штук можно апнуть так что олег эти еще раз говорю свои целые гляз эту веди на свою территорию лучше пускай не там плавают защищают так пофигу уже так пофигу еще раз говорю пускай он плывет а глязами куда хочет так сколько надо глязь а в сколько мы на день ну-ка я говорю как минимум 7 голиасов я смогу тебе дать деньги напоминаю что там плывет персидский скаут вон он уже около хельсинки сейчас и сейчас я его убью но блин нет он не убивается пошел около хельсинки я вижу там бежит дуболу ну я не знаю в чем дело но они навигацию так до сих пор и не взяли что по-моему какая-то ошибка с этой стороны не что-то могли у алонса два города всего то есть ну явно оксфорд он может построить знаю чего они ждут куда-то делись все деньги русского наверно а металл нет они не открыли они навигацию еще не открыли кстати я по производству уже четвертый олег а ты 2 причем я от последнего места всего на два молотка последний мест только на два молотка опережаю так что это уже русский инфраструктуру не закрывал традиции и при этом он на последнем месте ли что-то я не вижу тут города перса пока убил я скаута персидского а вот вижу границы перса олег сколько сейчас 1 странно давай вот так вот так не надо 120 себе оставить точнее 100 значит 745 могу ну что я отдаю деньги олегу да или тебе тоже зашу и тякнуть и явно опал бы и пользу ну давай я 480 там олегу чтобы он 4 апнул олег а тебе на 2 дам хорошо а жло жло да но к сожалению я себе 120 оставляю чтобы себе одного апнуть ну я тебе там еще короче пригоню с верхнего города мне неудобно оплывать ну пригони но мне с ними по моему ничего нечего делать будет блин опять воронский лагерь что ты мне люкс не даешь что ты мне люкс не даешь ну что я сколько сейчас 10 10 нас твоя улёша возьму ваша давай поменяемся блин ребята я из-за вас так походить не успею нет я тебе даю уникальный 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 вывод а так и металл надо плывет каравелла персидская аэрон короче у нас тут походу с алонсо будет дуэль а у вас там два на два ну теперь в литьё можно так сколько есть сколько влезет столько ешь сколько есть сколько есть у меня еще пятьдесят две сейчас вот пятьдесят два золота металл металл нужен ну это это кайрону иди быстрее валяй его глянса ну прости только прости мало не проси сразу много пять ты чё я не дам тебе пять два давай два он не может я так понимаю олег не может редактировать просьбы я правильно понимаю да у него просто все просьбы он может просить только то что вот по умолчанию в игре то есть только тридцать золота он может попросить только пять ресурсов почему ты ты дал ты не дал мне это я тебе дал нет у них встречные предложения висит встречную отредактировал предложение прими его так я богату у тебя при союзе о да я заметил войну тебе объявлять надо тебе минус по счастью не пошел нет у меня плюс шесть если это еще наверно город влуплю на перешейке где богата находится так ну что давайте подумаем а что тут думать клепай фрегаты и выноси не хитрая тактика так фрегаты давайте кто в первую очередь закончится железо строй каперы давайте новгород они тоже апгрейдить пошли я не удивлен я жду твой флот ну и надо фрегата плывут кулак собирать нам надо лёш лёша деньги не появились никакие 99 99 отлично можешь дать мне давай сам сам бери нужны деньги заходь и бери а блин я забыл все понял олег да не надо сейчас я попробую не знаю получится время уходит на забирай блин ну олег ну время же ну ну давай давай я под хельсинки подогнал дубу наглялся спасибо металла нет блин вот олег невнимательный так строй каперы да он взял деньги меня для аппа убери из очереди строительства один какой-то фрегат ты вообще фрегаты в очередь лучше не ставь ладно блин еще три железа ты мне сейчас все железо заберу слушай ну сколько можешь дать дай хоть одну ну не знаю даешь одну даешь одну принимай так железо больше негде брать все мы выбрали все я все источники что у меня были все на да у меня тоже так вот он пошел атаковать прими предложение пошел атаковать елки-палки ну конечно у тебя там голиаса у него блин фрегаты вы вы должны его с двух сторон конечно за это залучить а а а а а а бей а 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 Ну вот. Дебилл. Дебилл. Так, ну я вроде перса должен тут закрыть. Так, куда идем по науке? Дебилл. Ну, в эти варбалеты, чтобы построить производство. Летейку? Да. Леша, где твой шпион сидит? В Белграде. Олега, твой. Мой. Ага. А куда его посадить-то? Ну, нет союзной ГАЭшки, можешь к ним допустим. Слушайте, я, наверное, в Петербург пересажу, потому что в Белграде как-то плюс 200 стало, было 120. Ну, в смысле, 202 у них влияние. Сами понимаете. Олег, чуть-чуть и фрегаты еще до сих пор не атаковали там. Сейчас таймер кончается. Будут опять проситься. Олег. Ну, это, блин, давай соберись, это же самое важное атаковать. Я половина фрегатов не про атаковал этому фону. Сейчас не спеши подставляться. Посмотрим, что он сделает. О. Так. Ну, что думаешь? Как-то нам надо одновременно... М? Бить. Да, скоординируйтесь там вдвоем. По окраинам пока, не по городу, да? Ну, да, не поставляю сейчас под город. По дну, правда, допустим, забираешь этого недобитого. Ну, погоди, сейчас пока не кликаю. Слушай... Айрон, а ты около Хельсинки сейчас никакого юнита не двигал? На воде. Погоди. У меня там нет вообще ничего. Блин, такое ощущение, что там что-то промелькнуло. Так. Ну, я все свои караоны могу контролировать, у меня тут заливчик-то будет. Ах, блин. Ну, ничего, одного я убил хотя бы. А ничего не потеряли? Не потеряли? Ну, еще пока нет. Но там... Смотрите внимательно, там уже каперы плавают у русского. Ага, вот он по низам. Ооо, вот снизу армада идет. Ну, аккуратно, чтоб тебя не зажали. Ну, аккуратно, чтоб тебя не зажали. Айрон. Поехали. Айрон. Над Хельсенькой караванка русская проплывала. Ясно. Я-то думаю, что... Блин, так хреново. Он мне сейчас все караваны... Сейчас приплывет. Блин. А как он там проплыл? Сверху тебя. Блин, жопа. А вы им караваны хоть какие-нибудь разграбили? Я не смогу искать. Блин! Сверху тебе время Tablet. Быстрей которая плывала. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok а смотри от хельсинки 3 этого кровалка и не добил ну лаги ну что ты вот айрон ну блин ты только один видишь что происходит я ничего не вижу скорее всего так ученые в академию следить нам же ничего не надо срочно открывать в печатный пресс пошли ли ну да все начать с физику по армии кто какой а что вы у вас убивают юниты или что наверно это просто трое у мало а этом теперь мы 80 тысяч а у них успел убить кровалу персидскую то он плыл блин мне караваны грабить а а а а Продолжение следует... 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 Леш, как ты думаешь? Реально? Слушай, Олег, я же тебе уже ответил. Ты вот своими такими вопросами реально отвлекаешь. Я думаю, что реально. Но с другой стороны, я тут проплыв в три клетки, да? То есть, это не так прикольно будет нападать, как ты думаешь. Но думаю, у него вот сейчас, видишь, тут выдвинут сейчас флот вперед. Вполне можем вдвоем его покоцать. Айрон, ты какой по армии? Третий. Ну, я пятый, но у меня, вы понимаете, у меня только четыре железа. Соответственно, я просто больше не могу строить. Но я сейчас построил уже везде мастерские. И сейчас построю еще литейку. И буду каперы клепать только в путь. Ну, все, русская армия послевал. Он вам меньше, он перешел в деф. Ну, так может, вам лучше его брать? Ну, смотри, у тебя большой флот. Давай перекинемся, сейчас Новгород возьмем вдвоем. Мне вот кажется, что у них железо больше. За счет этого... У нас очень мало железа. Поэтому вот надо сейчас давить русского. Забирать. Лех, ты, кстати, пару караванов на промку еще пустил. Я только два бегает, да? А я как раз построил сейчас... Надо все караваны на промку пускать. Да. Я как раз сейчас построил. Буду пикать. Короче, я забью на Новгород, уйду сверху и буду на Питере таковать. На Питер? Ну, а зачем мне тратить силы на Новгород? Так, может, я какой-нибудь маневр еще на тебя отвлекающий там... Мужики Рим напрягать, чтобы они не смогли войска вместе держать. Я один на один русского турниша. Рим на тренировку. Идешь этот Рим... Так, у меня тут перс пошел в атаку. Но вы на меня внимания не обращаете. Вы русского выносите. А мне кажется, мы бы в Новгород легко бы взяли все. Вообще легко. Без напряга. Ну, да, нам из силы потратим это, блин, обстреливать будем, потом врать будем. Он увидит эти наши все войска. А так я неожиданно зайду сверху. Ну и шо шо увидит? Эффект неожиданности теряется. Зато город возьмем. Так, кто бы там два жителя? И получится с Питером, отступлю, возьмем Новгород. В чем проблема? У меня там все равно, типа, скаут лучник стоит, смотрим. Он, правда, ничего не будет. Кстати, я больше с Айроном соглашусь. Все-таки взять Питер в данном случае, это... Ну, Новгород, это просто мусорный город у них стоит. Он как бы вперед смотрящий такой. Он им ничего не дает, если по-хорошему так, да? Наоборот, отвлекает. А вот Питер взять, это удар по экономике. Так, я смотрю, уже по деньгам у нас у всех... А, нет, у Олега плюс почему-то. Это четвертый парни. Я уже первый. А я последний. о, долгое время председ detectать, вы sempre поедел. ите, мне кажется, в 같아. поручивайтесь. Какой бы ты развел. Вы всеAc.' Редактор с закона твоего, как я streamlined. Записали, что очень у которого, как я если этотrdок, cuanto вы туда заберите, odel esqurike. Продолжение следует... 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 вот перекинул туда вот так чего берем да этот новгород надо по пути взять быстро ну конечно берете блин смысл его оставлять уже айрон давай как мы будем действовать одессу тренируха мне вот этот ну то есть он его как бы для скаутинга сюда забросил но я его обстреливаю он видит только вот в соседних клетках на движение это никак не сказывается наземные юниты на воде они не мешают движению морских юнитов то есть он может стоять сколько хочет странно у перса 573 золото зачем он его держит 213 русского римские фриаты помочь им плодине обстреливающим давай блин у меня юниты стали распускаться морские из-за минуса твою ж маму а вот тут армейка у него я русскую карман давай сюда войска ты шо сука стреливай я не пойду я железо в запасе есть 3 3 железа есть вот этого фриота щас заберешь русскому конкур и щас пойду блин вылечился они тогда еще русскому конкурсу забирает как забирает не не получается где еще раз обстреляем все забирай которым они сожрал так у меня еще один капер есть олег предложение примем блин тоже и про кумы не забывай куда ты плывешь сверху кумы обстреливать смотрю а ты вот какой-нибудь все они уже сдаются что не зря боль убрал давайте глянем что там у них это более правильный но именно комбинация я считаю две традиции и воля вполне нормальная такая картина вот эти лаги самые дебильные на морских картах особенно это вообще очень слушай они не рано ушли они подумали что мы уже кумы возьмем не затонуешь все учетом вы не дайте сессору русского там почти каравала у него нет так ну я я за перса загружаюсь глянуть чё тут ну да принципе кумы берутся вот я попробовал бьются сейчас фрегат подводишь я за рим загружусь так ну перса тут был проплыв кстати он мог например проплыв он двумя городами играл чисто отъедал персеполис и пасаргады у них тут железо кстати у перса они перса 12 штук только у одного перса с двумя городами а у русского железа нету кстати вообще ну вот я пока не вижу него если я кстати играл в традицию я бы не смог нормально наверно железу позабирать там местах находилась ну и у рима еще четыре железа так что и у него а и он неаполь поставил на железе на 6 железа я думаю что у нас примерно одинаково по железу ну слушай у них меньше места чем у нас вот честно а у них кайлас был и в итоге петербург так его и в третьем радиусе так и не это странно но кстати ведь тоже непонятно куча денег может они решили не ну ладно рим хорошо основал религию так русскому что верой помешает что ли не знаю них может места немного меньше не сказал что у них территория хуже да у них производства куча по сравнению с нами у них по моему производства намного лучше в столице он сколько леса у перси по лесу наружу там круто он мог шума на реке русский неправильно развивался надо было ему еще города здесь на внутреннем заливе трое так промки и в на его месте вообще два города поставить ян петербург просто уже их поставить ну да два влезу кстати персу можно третий город хороший поставить двумя камнями железом из двумя холм не ну то есть у них же была возможность помните мы вместе мы вместе вышли вас с рыбой караван через ледник можно проплывать или нет а где ледник ну допустим на перси полиса выше так тут же нету ледника тут все открытое тут открытый проплыв не нужно сначала караваны они не могут плавать океаном да не знаю ну это слушайте пойти мы же вместе с ними вышли в астрономию вместе у перса два города причем производственных я не я до сих пор не могу понять почему они оксфордом не взяли фрегаты у них к тому времени было уже куча бабла и они просто не используем сейчас я гляну нет нет есть оксфорд два хода оксфорд строится вот это мне непонятно вот это полу ну то есть они бы реально очень сильно нам проблем бы создали я могу только предположить что они думали что у нас тоже мы можем построить оксфорд если бы они используют мы используют и они бы использовали но зачем тут хранить оксфорды мне не очень понятно честно говоря ты выходишь во фрегаты сразу их апаешь у тебя деньги есть выносишь соперника и все какая разница есть у тебя оксфорда еще нету у них еще проблемы мы позабирали получается чудеса на культуру парфеновый оракул плюс у нас еще вяжка была то есть мы приняли морскую инфраструктуру он допустим на рим рим на четыре города у него нет ну да перс принял не знаю тут у рима вон я смотрю 7 фрегатов еще плывет снизу караванчики так бегают ну в общем как-то странно тем не менее с победой вас господа